Добро пожаловать в Нью-Йорк, версия 2.0 Что они сделали? Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики! С вами снова Гидон, и мы продолжаем проходить убойные Круазис-3. И теперь мы должны преодолеть вот это огромное-огромное помещение, чтобы встретиться с нашим психом, нашим напарником и союзником. Итак, нам нужно пробраться на ту сторону, можно начать уже наше разрушение с этого первого парнишки. Я думаю, не стоит слишком афишировать то, что мы здесь находимся, поэтому попробуем просто спокойненько попробовать пройти на ту сторону, не особо кого-либо убивая. Я так понял, здесь это, в общем-то, и не нужно. Итак, пока у нас есть невидимость, проходим до ящика, накапливаем снова. Накапливается она довольно быстро, просто нужно немножко подождать. И идем снова. Но включается, конечно, она не слишком быстро, не сразу. Так, стоп, стоп, стоп. А я наверх не смогу, да, забраться просто так? Мне нужно будет пройти через... Через... Через вот такие вот... Такие вот припоны, так сказать. Так, ждем, 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 ждем. И уходим. И уходим. Отлично. Теперь надо аккуратненько пройти через верх. Что, в общем-то, тоже не слишком просто. Но у нас здесь ребята немножко танкуют спиной. И это является их огромной-огромной ошибкой. Главное хорошо изучать местность, потому что плохое изучение местности влечет за собой большую-большую-большую проблему того, что мы даже не знаем, куда идти. Так, я подожду здесь, пока у меня накопится энергия. Я хочу, чтобы этого засранца нашли... Никто меня не видит, зато на той стороне я видел парня. Он может меня видеть. Вон тот. Но я не хочу его сейчас трогать. Нам к нему не надо. Нам надо просто пройти. Просто пройти туда, да? Если я не ошибаюсь. Ага. Окружайте вы меня. Окружайте? Кого вы окружаете? Вы меня даже не видите. Вы меня даже не видите. You can see me, boys. Отлично. Мы проходим следующее помещение. Всех. Двигаюсь в следующую зону. Всех. Да. Понял. Ха, кажется, он там с кем-то развлекался. И у нас, да, следующая зона. Отлично, этого мы вырубили. За нами ничего нет. Если он прорвется, то всем будет конец. Ну, конечно. Стрел у нас, конечно, маловато. Но я смотрю, у нас есть разрывные. И вообще неплохой арсенал. Плюс всякие дураки, которые... О, смотрите-ка. Снайперская винтовка. Давайте-ка прихватим снайперскую винтовку. Доступно новое оружие. Так, что у меня есть? Сейчас попереключаем. Лук. Ага. Первое, второе. Вот так. Это... Подождите, это снайперка, что ли, у меня такая? Давайте посмотрим, что мы на нее можем нацепить. Глушитель. Превосходно. Ну, стандартный прицел. Все, больше ничего нет. Только глушитель. Ну, ладно, хорошо. Давайте тогда посмотрим для начала, куда нам нужно пробраться. Пробраться нам нужно всего лишь туда. Давайте присядем и уберем... Вот этого парнишку. Отлично. Никто нас не слышит, потому что у нас глушитель. А глушитель это... Это хорошо. Ёлки-палки, тут граната прилетела. Это... Это что это такое? Это нас так не видели? Нет, это плохо, плохо, плохо. Слишком большая видимость. Так, подождем. Есть. Подождите, он нарушает наш костюм, да? Я так понял, это граната гадская. Если я не ошибаюсь. Или не нарушает все-таки? Отлично. Ну, что за ерунда в нас летит? Мне вот это не нравится. И, кстати, интересно, но снайперка не прерывает мою невидимость. Прекрасно. Смотрите, как хорошо, как хорошо и легко они уходят. Ха-ха, просто превосходно. Но этот мост, он находится посредине. Вроде бы цель близка, но она далека, потому что... Это за таких идиотов, которые тут пытаются нам помешать. Сидеть. Отлично. Отлично. Сколько у вас тут еще будет, а, уродов? О, кажется, там еще один. А, нет, у нас мало энергии, нам надо спрятаться. Плюс какая-то гадская граната тут. Да, она портит нам весь костюм и вообще всю малину, так сказать, поганит. Ну, где еще? Давайте, сейчас зачистим всю эту территорию. Ага, кажется, они сюда идут, нет? Нет, не сюда. О, смотрите-ка, двое. Эта маскировка тебя не спасет! Да ладно. Не спасет, а это что такое? Это, кажется, были два мертвых чувака только что. Ха-ха-ха. Да, отлично, отлично. Ну что, продолжаем, продолжаем дальше, продолжаем дальше. Невидимость и... Где наши ребятки? Все, да? Нет, кажется, еще кто-то есть, потому что они... Они умеют говорить. Все? Область зачищена. И, кстати, это не снайперка, простая винтовка с глушителем. Ну ладно, вроде, кажется, все. Потому что никого я не вижу. Давайте проходить. Но все-таки надо быть на чеку, конечно. Ну да, кажется, мы всех убрали. Но все равно, все равно я, конечно, буду держать невидимость на себе. Так, надо дальше туда пройти, вон в ту дверь. Отлично. Так, никого? Никого. Я возьму лук. Хотя нет, лучше я возьму, наверное, автоматик с глушителем. Хотя нет, все, мы прошли через боевую зону. Видимо, здесь такие вот будут боевые зоны, которые нужно будет преодолевать и проходить уже дальше. Обалдеть! Вот это меня застали врасплох просто. Так, ладно, хорошо, хорошо. Я понял. Я просто думал, это свой. Поэтому так рванул. Так, тихонечко. О-оу! Вот кто меня убил, этот кошмарный пулемет. Давайте спрячемся здесь за ящиком. Я восстановлю энергию и будем думать, как с ним работать. По-моему, его нужно взломать, если я не ошибаюсь. Давайте достанем Б. Прицелимся. Ф взломать. Так. 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 Ага, все, теперь он... Теперь он, ну все, теперь он за нас, да? Отлично, теперь он за нас. Вроде как синенький стал или что? В любом случае, ну-ка проверим. Да, он нас не стреляет, прекрасно. Можно было, в принципе, перепрограммировать, и тогда он бы расстрелял своих, все просто. Опа. Опа. Ну, пока что взлом действительно несложный. Так, что это за крики? А, это свой. Это псих, наконец-то мы с тобой встретились. Ну что, скажи нам чего-нибудь веселое, а? Как только мы войдем, то встретимся с моими людьми. У тебя есть люди. Ты же знаешь меня. Я всегда играл в команде. Сержант Майкл Псих, статический анализ, боевые рапорты, матрица описания, диссидент, командный игрок, 0%. Я помню. Ага. У него всегда есть люди и команда. Понятно. Все из них должники. Сел владеет энергией целиком и полностью. Оплатить счета невозможно, только отработать. Тебе это никогда не удастся, в том-то и прелесть. Ты застреваешь в этой схеме отработки долгов навсегда. Другого выбора нет. Нет, один есть. Сражаться. Смотри. Я покажу тебе, чем занимались Сел, пока ты спал. Может, тогда ты поймешь. Добро пожаловать в Нью-Йорк. Версия 2.0 Что они сделали? Город. У него есть энергетическая аура. Почему это? Это Сел. Они распределяют энергию инопланетных технологий. Питают всю мировую сеть от одной церковной машины под куполом. Это не может быть так просто. Так и есть. Уничтожишь энергию, уничтожишь Сел. Проще некуда. Нет. Альфа-Цеф показал мне видение. Мы это уже проходили. Тут должна быть какая-то связь. Пророк. Пришельцам конец. Ты сам их порешил. Остались только бродячие беспризорники. Нет. Есть нечто большее. Только бы найти подсказку. Где-то здесь ключ к разгадке. Слушай, пока ты там охотишься на инопланетян, которых нет, Сел тут активно захватывает мир. Ты нужен нам здесь и сейчас, босс. Нам нужна твоя помощь, чтобы остановить Сел. Здесь свершается не просто революция. Я видел это. Сел играет с вещами, которых и близко не понимает. Что бы они ни делали, это приведет к концу света. Мы должны их остановить. Верно, мать твою. А теперь идем. Совершенно ядь верно, да? Ну, тоже, конечно, неплохо. Такой переводик смягченный. Но Far Cry мне перевод больше понравился, безусловно. Снаряжение в порядке. Выходим на конечную скорость. Понял, Ромео-1. Вы зачистили периметр. Купол свободы построен для отражения угрозы ЦЕФов. У тебя преимущество. Часть из Сел готовит ответную реакцию. По нашим расчетам, у вас около 30 минут. Выделенная зона еще безопасна. Активность наземных сил Сел тут минимальна. Но башни работают на 100%. Будь осторожен и доставь снаряжение на базу. Что, стандартная у нас миссия. Будь осторожен, доставь на базу. Пройди через город. Убей пару сотен миллионов пехотинцев. Все, как обычно, в стиле кризиса. Это Клэр. Региональный командир Нью-Йорка. Она не солдат. Большую часть командиров мы потеряли. Но она отлично справляется. А теперь ты, значит, готов подчинять. Ты знаешь, на этот раз все по-другому. Что, на этот раз у нее красивые сиськи? Она заставила меня поклясно, что я никому не скажу. Формально я же держу слово, так? Ха, подшутил. Как он эту винтовку держит? Видели, как игрушку одной рукой вверх поднимает, спокойненько так болтает в воздухе. Неисправность костюма. Это еще что такое? Не хватало мне сломанного костюма. О, модернизация. Z, открыть меню модификаций. Так, посмотрим, что у нас тут есть. Ух, сколько тут всего, елки-палки. Так, как переключаться? Доступные материалы. Разблокировать модуль. Разблокировать. Вы точно хотите подключить этот модуль? Так, а какой? Что выберем? Ага, вот так вот переключаться, значит, можно. Ё-моё, смотрите, сколько их здесь. Так, что это такое? А, супер маскировка. Модернизация сенсора. Грубая сила. Выносливость в беге. Я хочу маскировка на 50% быстрее. Устойчивость акционирую. Подсветка следов противника. Ух ты, круто как. Слушайте. Так, а что еще есть? Эм, ничего, да? Так, маскировка, понятно. А, в общем, разблокировка за очки. Тут написано, сколько очков нужно, чтобы разблокировать. А у нас доступно 4. Окей, хорошо. Так, а что у нас здесь есть еще? Такое интересненькое. Ничего, что ли? Отображает трассирующего огня противника. Перевод, конечно, не очень, я вам скажу. Так, а это что? На 20% больше времени маскировки. О, как! Передвижение в резюме маскировки. Беззвучное передвижение. Я беру. Я беру это, видимо. Так, а это что? Бесшумное убийство быстрее. Полная маскировка при убийствах. Блин, слушайте, какие отличные вещи. Ускорение, хватание за выступы. Нет, это мне не нравится. Давайте берем вот это. Разблокировали модуль. Отлично. И давайте бесшумное убийство. Разблокируем модуль. У нас одно очко осталось. А следующее я возьму, наверное, вот это, конечно. Надо будет потом. Маскировка на 50% быстрее. В общем, круто, круто, конечно. Мне нравится, мне очень нравится. Так, все. Ну, надеюсь, оно того стоит. Да, еще бы. Еще бы, еще бы. Ну что, когда мы увидим джунгли красивейшие. Надеюсь, что прямо сейчас. О, да. Вот они. Вот они джунгли. Вот она красота. Здоровенная, потная подмышка. В костюме незаметно, но припекает тут, как острейшие карии. Ха, свет фокусируется. Ну-ка посмотрим. Ну да, листочки, в общем, размытенькие. В общем, но не будем ванамасить и отправимся просто наблюдать эту красоту. Люди шли в Сел ради дешевой энергии. Сел генерировали ее бесплатно. А это вне конкуренции. Скоро они стали монополией, и щита начали расти. У людей не осталось ничего, кроме долгов. Сел выгнал их из домов и загналов в добровольческие лагеря. Да, интересно. Загнало людей в лагеря, в общем. Ну, все как обычно. Сначала поманило калачом, а потом остался только кнут. Ну-ка взломаем минки. Это будет интересно. Так, взломали? Этого должно быть достаточно. Пойдем. Все? Ладно, хорошо. О, мины-то зеленые стали? Они что, от него... От него мины отскочили, что ли? Я не понял. Таки подходим, они что-то дергаются, дергаются. Интересно. Воу! В чем дело? Ничего. Просто скачок напряжения. Прошло. Поглядите-ка. Это же старые-старые мех пришельцев. Круто. Это БТРчики. Да, вспоминается прошлое, второй кризис. Безусловно. Да, но, конечно, вы только поглядите, как тут зелено. Какая тут красотень. О, да, кулачком прошибли. Ха-ха. Что такое скот? Что он говорит все время? Скот, скот. Скот это имя. Ха-ха-ха. Если это ругательство, как наши посчитали, то это вовсе не оно. Не, ну все-таки действительно очень красиво. Я все хожу и наблюдаю. Хожу и рассматриваю. Не высовывайся. Ты как? Ничего нет. Вот. Знак смерти. Если оно тебя заметит, тебе конец. Назад! Давай назад! Что бы они не нашли, сейчас оно мертво. Далеко до 34-й стрит. Пара километров. Сначала нужно обойти огневой мешок. Да. Ну дела. Да. Сел приближается. Нет времени идти в обход. Радиус поражения и скорость огня в пределах допустимого. Прорвемся здесь. Слышали, сволочи. Да я вас всех порву, да? Идите сюда. Я вас урою. Ты двинулся крышей? Эти стволы тебя разорвут. А? Картинка сложилась? Они отобрали мой нано-костюм, пророк. Человек? Да, человек. Знаешь, что я принес в жертву, чтобы остановить цепов? Как мне это вернуть? О, черт. Итак, каков твой план? Поддержка. Опознание и уничтожение целей. Разведка. Все самое веселое тебе. Да, я вам скажу, что озвучка здесь весьма-весьма прискорбная. Плохая синхронизация губ, это точно. Это в секторе 1, дельта 0. Это потенциальные локации для запаса оружия. Башня 3, дельта 3, наша основная цель. Как только доберешься, мы вырубим этого ублюдка. Ой-ой-ой. Сектор 1, дельта 3. Нормально. Ничего себе. Сектор 1, дельта 0. Так, давайте двигаться, елки-палки, пока нас не уничтожили. Ничего себе, они обнаружен объект, пророк. Как вы нас заметили, я не понимаю. Это все. Разведайте, что у нас есть, и пойдем в следующий сектор. Да. Обалдеть. Смотрите, все обстреливают то место, где нас обнаружили. Ну, хорошо, что они сейчас отвлечены как раз на это место. Так, мы. Взмите, я похватился. Ветнуть. Нам надо спрятаться куда-то, пока нас не прибило еще. Внимание на ведение оружия. Ах, они на нас навелись. Ладно, ничего, ничего. Сейчас выйдем отсюда. Ох, только бы пробежать. Ту, е-мое. Какие джунгли, а? Какие офигенные джунгли, я вам скажу. Просто офигенные. Ну, нас здесь не видят. Это нам на руку, безусловно. Так, дальше, 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 дальше. Хорошо, что мы видим, когда на нас оружие наводится. А когда нет. Главная цель, ищите оружие. Главная цель, это, конечно, хорошо. Ой-ой-ой, на нас навелись. Я думаю, нас защитит этот вагончик. Защитит весь? Защитит? Должен защитить. Должен, должен. Проходим. Воу! Нифига себе. Пережду здесь. Пережду. Долбанная башня, кошмарная. Все, начинает расстреливать. Хорошо, она хоть армию сюда не послала. Так, здесь мы уже все исследовали. Давайте теперь в другое место переходить. Да, надо больше качать невидимость, потому что здесь она... Похоже, пол игры нужно в невидимости ходить. Так, не буду проходить через дверь. Вдруг она нас увидит? Все, только под маскировкой ходим. Ходим под маскировочкой. Аккуратнее. Блин, как же тяжело этому. У нас нет невидимости. Да, у нас есть оружие. Приоритет сектору 1, дельта 6. Сильный противник. Так, переждем. И нам надо туда уже двигаться. Мы нашли оружие какое-то. Но там никого не было. Никого не было. Ищите оружие. Так, тихо-тихо, переждем, 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 переждем. Фух, а то бы сейчас пошел без энергии. Так, пошли дальше. Где она там, эта гадская? Ох, телебашня нафиг. Останкинская стреляет по нам. Все, все, перешли. Больше она нас не увидит, да? Нет! Наведение оружия на нас. Вот гадство, а. Все, сваливаю вниз. Магазин в пустос. Ха! Мы разрядили ее всю? Так, это еще что? Черт. Оружие цену. Неладно, мы не можем это использовать. Хо-хо-хо-хо! Подождите-ка! Я сейчас... Я достал оружие от цепов. Ё-моё! Так, и что я с ним буду делать? Так, тихонечко. Уничтожить центральную пушку башни. Давайте-ка. Итак, нам нужно стрелять. Сюда. Сюда. И все. Хо-хо! Вот это да. А нет, стоп-стоп. Последняя пушка. Да. Ха-ха. Круто! Хорошо. Ты привлек внимание всем. Предлагаю немедленно выдвигаться. Так, я надеюсь, не выкинул ее? Внимание! Высосная защитная башня 3D3 выведена нестроена. Силам революции... У-у-у! Опять минное поле, да? Куда мне двигаться-то? Я не пойму. Сообщите, где находитесь. Надо объединиться. Вас понял. Итак, нам нужно встретиться с психом. И да-да, нам нужно разминировать это минное поле. Так, что у нас тут? Оп, поймали, поймали, поймали и поймали. Отлично. Движемся дальше. Минки все свои, все свои. Никто не нападает. Превосходно. Ну, джунгли, да, безусловно, тут просто шикарные. Конечно, а что мы хотим? Самая-самая классная графика сейчас на данный момент. Итак, дорогие друзья, дошли мы до такого момента. Впереди нам предстоит еще одно небольшое сражение. На этом я заканчиваю вторую часть прохождения по игре Крайзис. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Гидон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. И советуйте друзьям. Всем спасибо. И до следующей миссии.